Альхамдуллляху, саляту вассаляму, лярасуллилляхи, вааля алейхи, васахбе, васалям, на сумма мабад. Созволение Аллаху субмонтали, сегодня поговорим о том, как совершается гусор. Сначала хотелось бы привести хадис от Аиши, который привел Мамбухари Мамуслим. Аиша, да будет довольный, и Аллах рассказывал о том, что пророк, салал Аллаху, алейхи васалям, совершая полное омовение от аджанабы, то есть от осквернения, начинал с того, что мыл руки. Затем с правой руки наливал себе воду на левую и мыл свой половой орган. Затем совершал омовение, такое же, как он совершал его для молитвы. Затем брал воду и втирал ее в корни своих волос. Пока он не посчитал, что корни волос намочились. Затем он брал три пригоршни воды и поливал их на голову. Затем обливал все остальное тело. Затем мыл ноги. Значит, первое, с чего начинается гусль, как мы сказали, это намерение. Намерение – это дело сердца. Намерение не произносится ни вслух, ни шепотом. Все это является новым, что намерение – это дело сердца. То есть, человек, подходя к большому омовению, должен понимать, зачем он делает это действие. Вот это вот и есть его намерение. И первое, что он делает, если он совершает омовение, большое омовение из таза, из какого-то сосуда, в котором наполнена вода, то первое, что он делает, это моет свои руки. Точно так же, как это делалось при омовении малом, как мы об этом говорили на прошлых уроках. Затем человек моет свой половой орган левой рукой. Моет свой половой орган левой рукой. Это должно быть до омовения, потому что, по мнению многих ученых, прикосновение к половому органу портит омовение. Поэтому он моет сначала свой половой орган. После того, как он помоет свой половой орган, он оттирает или отмывает от руки то, что у него остается после мытья половой органа. Во времена пророка, саллаллаху, алейхи и салям, люди терли руки об землю. Как пришло в хадисе Маймуна, пророк, саллаллаху, алейхи и салям, руки начал тереть об землю. Затем их помыл. В ревай у муслима пришло пророк, саллаллаху, алейхи и салям, ударил левой рукой по земле. И затем он сильно начал тереть руки. И в наши времена можно использовать мыло и тому подобные средства. Во времена пророк Савлаху, они использовали землю, в наше время можно использовать мыло. Почему? Потому что ученые говорили, что смысл понятен, то есть для чего пророк Савлаху, алейхиусалим, руки тер об землю, и поэтому можно сделать хия, сравнение по аналогии. И они сказали, что это делалось для того, чтобы отмыть от рук то, что осталось после мытья полового органа. Поэтому можно использовать мыло и подобные средства. Следующее, что делает человек, это совершает омовение точно такое же, как человек совершает его для молитвы. А дальше, да будет довольный, и Аллах пришло в хадисе, который передал маму Харима Муслим, посланник Аллаха, салаллаху, алейхиусалим, совершая гусль аджанабы, начинал с того, что мыл руки. Затем совершал омовение точно такое же, как он совершал его для намаза. И первое, с чего он начинает, это мадмада истиншак. То есть, полоскает свой рот и свой нос. Точно так же, как мы об этом говорили, разбирая омовение, малое омовение. От Ибн Аббаса, да будет довольным Аллах, передается, что Маймуна сказала, «Я наливала пророку, салаллаху, алейхиусалим, воду. Он с правой руки полил себе на левую и помыл свои руки. Затем помыл свой половой орган, затем потёр об землю руки, затем помыл их, затем прополоскал рот и нос, затем прополоскал рот и нос». После того, как человек совершит омовение, учёные говорят, совершая омовение, либо моя ноги, либо же ноги оставляя на потом. И первое, и второе дозволено, проблем в этом никаких нету. После того, как человек совершает омовение, либо помыв ноги, либо оставив их на потом, человек наливает себе три пригоршни воды и втирает воду в корни волос. До того, как там является хадис Айша, она сказала, что пророк, салаллаху, алейхиусалим, брал воду и втирал её себе в корни волос. Затем наливал три пригоршни воды себе на голову. Точно так же от неё пришло в одном из хадисов. Затем он втирал своими руками воду в волосы, до тех пор, пока не считал, что кожа на его голове намокла. Затем он три раза поливал свою голову, затем мыл всё остальное тело. Также в одном из хадис сказано, что посланник Аллаху Салам сказал, «Что касается меня, то я лью себе на голову трижды». То я лью себе воду на голову трижды. И Хафиз ибн Хаджир по поводу этого хадиса сказал, либо понимается, что пророк, салаллаху, алейхиусалим, он три пригоршни себе на голову наливал, либо понимается, что пророк, салаллаху, алейхиусалим, как бы поделил голову на три части и на каждую из частей полил себе воду. Когда человек поливает себе голову водой, является сонной начинать с правой стороны, потом мыть левую сторону головы. Но нам там является хадис. Аиша, да будет довольна, и Аллах, она сказала, что пророк, салаллаху, алейхиусалим, брал ладонями воду и начинал с правой стороны головы, затем мыл левую. Точно так же Аиша, да будет довольна, и Аллах говорила, «Если одного из нас постигало осквернение, то мы брали руками три пригоршни воды и поливали ими голову. Сначала правую сторону, потом левую сторону». Очень важный момент, на который бы хотелось указать, если человек делает омовение из таза, то нет никаких проблем, как мы видим этим хадисом, что человек сует свои ладони в таз с водой, даже если он джун. В хадисе пришло, Аиша, да будет довольна, и Аллах сказала, «Я делала большое омовение с пророком, салаллаху, алейхиусалим, из одной посуды, и наши руки переплетались в этом сосуде». Точно так же пришло от Аиша, да будет довольна, и Аллах сказала, «Я совершал с посланником Аллаха, салаллаху, алейхиусалим, большое омовение из одного посуды, и мы соревновались друг с другу. И он говорил мне, оставь мне, а я говорил ему, оставь мне». То есть дай мне воду, дай мне воду. Точно так же пришло от Ибн Аббаса, да будет довольна, и Аллах, он рассказывал, что некоторые жен пророка, салаллаху, алейхиусалим, совершили в неком сосуде омовение, и пророк, салаллаху, алейхиусалим, хотел совершить омовение из него, и одна из них сказала, у посланника Аллаха я была в осквернении. Пророк сказал ей, что поистине вода от этого не скверняется. Что же касается того человека, который совершает омовение под краном, то есть сам не берет воду из таза, то на это тоже пришло указание, то есть описание этого пришло от Абу Аюба, да будет довольным Аллах, о том, что один человек поливал ему, и он говорил, лей мне. И тот начал лить ему на голову, и Абу Аюб, рады Аллаху ангум, начал тереть руками свою голову, то вперед, то назад, а затем сказал, вот так вот я видел пророк, саваллаху алейхи вассаляма, делал. Точно так же ученые говорят, что если человек во время гусля будет использовать мыло, то есть помоет голову мылом и так далее, то в этом никаких проблем нет. Ибн Масуд, рады Аллаху ангум, сказал, если любой оскверненный человек помоет голову бельхитми, то есть хитми это такое, как растение, подобное мыло, то он совершил омовение. Точно так же важный момент, когда человек моет свое тело, то достаточно помыть тело один раз, облить водой. То есть в отличие от головы головы, уже мы сказали, три раза пророк, саваллаху алейхи вассалям, мыл тело же, достаточно помыть один раз. Точно так же важный вопрос, если человек окунется полностью, человек в большом осквернении, полностью окунется в воду, допустим, решил совершить умение, набрал ванну, или же у человека дома бассейн, то является ли его гусль достоверным? Абу Алия говорил, что является действительным гусль человека, который находится в большом осквернении, если он окунется в воду. Однако, он сказал, лучше, если он проведет руками по своему телу. И это мнение точно так же Хасна, Ибрагим, Шааби и других. Аля Узаев, Тауре, Шафи, Ахмад, Исхак и Ханнафиты говорили, кроме имама Абу Ханифы, они говорили, что должно быть обязательно, то есть помимо того, что человек окунется в воду, должно обязательно присутствовать мадмада истиншак, то есть человек должен рот и нос прополоснуть. И Аллаху Алим это правильное мнение. Более правильное мнение, потому что у нас есть доводы, которые указывают на обязательность полоскания рта и носа. Айша, да будет довольный Аллах, сказала, что посланник Аллаху, салаллаху алейхи и ассалям, совершал гусль от джанабы, начинал с того, что мыл три раза руки, затем брал и наливал себе правой рукой налево, и мыл свой полуорган, пока его не очищал. Затем мыл свои руки, хорошо, затем совершал три раза, три раза полоскал нос и рот. Затем мыл три раза лицо, затем мыл руки до локтей три раза, затем мыл все свое тело, затем отходил от того места, где совершал гусль и мыл свои ноги. И, конечно, надо не забывать, что человек, который хочет окунуться в бассейн, или в воду, или в речку, и так далее, у него должно присутствовать намерение на то, что он хочет сделать гусль. И последнее, что касается ног, мы сказали, человек, совершая малое омовение перед гуслем самим, может их отложить на потом, то есть может отложить на потом мытье ног, может помыть их сразу. Никаких проблем в этом нет. От Маймуна и довольный Аллах пришло, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, совершил омовение для молитвы, кроме ног. Сначала совершил омовение для молитвы, кроме ног, потом помыл свой орловый орган, затем полил себя водой, затем отошел и помыл свои ноги. Также от Усмана, да будет довольный Аллах, пришло, чтобы Усман, совершая гусль от Джанабы, то есть от большого искрения, отходил от того места, где делал гусль и мыл свои ноги.